Ещё несколько шагов по земле, ещё несколько отработанных движений, и вот уже человек летит. Заметьте, не просто уступает, поддаётся силе земного тяготения, а действительно летит. Летит, управляя собственным телом. Конечно, есть в нём и естественный страх перед двадцатой, и встречный поток буквально расплющивает лицо. Мы начинаем наш разговор о многообразии сегодняшней взаимодействия человека и техники на очередном съезде психологов. Одна из закономерностей нашего времени. Без учёта так называемого человеческого фактора, на основе знаний одной только техники, просто невозможно создавать эту технику. И вот результат. Две далёкие прежде области человеческого познания соединились в одну, и появилась инженерная психология. Что говорит об этом Борис Фёдорович Ломов, член-корреспондент Академии наук СССР, директор Института психологии, создатель первой в стране лаборатории инженерной психологии. Появление этой науки вызвано научно-техническим прогрессом. В нашей стране инженерная психология, как самостоятельная область знаний, стала развиваться примерно четверть века тому назад. Хотя исследования такого типа были и раньше. Название происходит того, что инженерная психология исследует деятельность человека, его психологические особенности, системы, человек, машины. Дело заключается в том, что на современном производстве человек должен воспринимать достаточно большой объём информации, принимать решения, выполнять определённые действия. А это нагрузка на психику. Жизнь показывает, что очень часто разного рода нарушения при управлении техникой возникают в силу психологических причин. Потому что человек не успел вовремя воспринять нужный сигнал, неправильно его расшифровал, выполнил не то действие, которое нужно. Мощно. Неудержимо движение времени. Сфера действий широко разветвлённой системы «человек-машина» — это, по сути, всё нынешнее производство. А информационные взаимодействия человека и машины, связанных в единую систему, и являются предметом инженерной психологии. Даже не слишком богатые воображения позволяют представить, какими бедами для окружающей среды, для людей, может быть, шлевато ошибка того, кто управляет, например, вот такой атомной электростанцией. Как же исключить возможные ошибки? Смоделировать и научиться преодолевать ситуации повышенной опасности в любой системе «человек-машина» во всём бурном потоке разновидности их и вариантов. Прыжок с парашютом. Внимание! Аварийная ситуация. Как узнать, что чувствует парашютист, выходя из неё? И ещё. 250 тысяч жизней в мире уносят ежегодно автомобильные катастрофы. Таковы данные ООН. В 80% случаев, по тем же данным, виновник человеческой фактора. Как заглянуть в мозг того, на кого действует стресс-фактор? И неужели холодный экран дисплея способен передать восторг человека, впервые шагнувшего в космос? Озарение роденовского мыслителя, загадку Джоконды. Это тема нашей беседы с доктором психологических наук Владимиром Михайловичем Русаловым. Искусство включает внутренний мир человека, представляя, как человека действительно неповторимое, уникальное существо. И действительно только искусство может описывать этот неповторимый мир человека. Наука же пытается вывести в этом сложном мире человека некую закономерность, некое повторяющееся явление. Мы действительно гораздо больше знаем сейчас о строении атома, о строении Вселенной. Больше знаем о кварках, чем о том, как думает человек. Какие его эмоции по его внутренней мир. А человека больше всего интересует сам человек. И для того, чтобы создать гармонически развитую личность, создать мир и счастье на Земле, нам нужно знать внутренний мир человека. Вспомним. Сто лет назад психология как наука скромно квартировала в старом замке философии. Конец 19-го, начало 20-го века. Психология обретает самостоятельность. Резкий скачок производства повысил внимание науки к тем, кто в этом производстве занят. Первые пятилетки. Цепная реакция движений, починов, за каждым из которых человек. Человек и машина. Когда-то скромный угол в замке философии, сегодня целый город наук о человеке с проспектами космической, авиационной, медицинской, спортивной, юридической, военной, инженерной психологии. Стремительный век. Невероятно емко каждое его мгновение. До предела усложнен диалог человека и машины по количеству информации, по способам и скорости ее переработки. Для оценки полетной информации реактивного лайнера требуется полторы-две секунды. Сосчитайте про себя. Один, два. Центральная диспетчерская московского аэропорта Внуково. В воздухе одновременно сотни самолетов. Тысячи жизней в руках каждого из этих людей. Деловая рабочая атмосфера. Спокойное, не отвлекающее освещение. И стремительный ритм процессов, управляемых отсюда. Научный центр гражданской авиации. Именно исследования центра помогают обеспечить безаварийные полеты самолетов. Бесперебойную работу авиадиспетчеров. Идет отработка еще одной системы человек-машина. Исследования ведутся комплексно. Специалисты по инженерной психологии решают вопросы не только оптимальных режимов летного движения. Но и оптимальной конструкции рабочего места диспетчера. С учетом его психологических характеристик. Кстати, приборы, которыми пользуются в этих исследованиях, отмечены медалями ВДНХ СССР. С другой стороны, не каждый из нас подходит для должности авиадиспетчера. А кто именно подходит? Какими для этого нужно обладать внутренними качествами? Базовый научный центр аэрофлота и маленькое спортивное летное поле. Но и оно один из испытательных полигонов инженерной психологии. Парашютисты третьего московского городского клуба ДСААФ готовятся к проведению научных экспериментов по программе, предложенной учеными. О предстоящей работе мы говорим Сергею Александровичем Киселевым. Исследователем, одним из авторов методики экспериментов, заслуженным мастером спорта. Все-таки никакой лабораторный эксперимент не может дать такой эмоциональный напряженный фон в состоянии стресса или в состоянии какой-то аварийной ситуации. Смоделировать лабораторию невозможно, со всеми нюансами. А прыжок с парашютом сам по себе представляет прекрасную модель вот такой ситуации, такого состояния человека. Здесь присутствует непосредственно прямая опасность. Здесь, в особенности для начинающего человека, ну, будем говорить, такой симптом, что ли, страха, неуверенности, напряженности, потому что уйти с борта, вступить туда в ничто, для каждого человека очень сложно, трудно, тяжело. Особенности в начале. Татьяна Иванова. Экономист, 30 лет, двое детей и первый в жизни прыжок. Преодоление. Психологическая картина такого преодоления стрессовой ситуации чрезвычайно важна ученым. И сама работа, которую выполняют парашютисты в воздухе, сопряжена с выполнением сложной двигательно-координированной такой деятельности, тоже в условиях такого сильного эмоционального напряжения. То есть это хорошая модель для изучения поведения человека в стрессе. То есть если парашютисту ставить определенные задачи, которые он будет выполнять, то можно понять, что же происходит с человеком, с человеком-оператором, с человеком, который в системе человек-машина действует, работает в обычных условиях, какие тонкости, какие особенности процессов психических происходят, с тем, чтобы это потом применить, очевидно, на практике. На практике. То есть в любой из областей производства. Ученые используют полученные результаты в разных отраслях народного хозяйства. А нам, конечно, для решения своих профессиональных проблем вовсе не обязательно осваивать прыжки с парашютом. Специалисты выяснили, человек легче и прочнее освоит сложные действия, если, совершая их, будет как бы оценивать, комментировать все, что с ним происходит. Готовится эксперимент-репортаж. Микрофон вмонтирован в специальную маску парашютиста. А съемки проведет Сергей Александрович Киселев. Вот так он покинет борт самолета вместе со спортсменами. И не только будет следить за координацией собственных движений, но и снимать. Снимать, падая со скоростью почти 200 километров в час. А ведь вес, прикрепленный к шлему камеры, более 7 килограммов. Приготовились. Пошли. Высота 3. Все кончилось. Холодок в груди в ожидании следующего прыжка. Так, наверное, глаза закроешь, и перед тобой заходящий самолет. Вот настолько тянется в небо, ты готов прям все бросить и бегом сюда на аэродром, наверное. В общем, это же не вдруг. Просто мечта детства, которая должна была когда-то осуществиться, она осуществилась. И вот интересно просто узнать себя, как действуешь. Как человек может действовать, так сказать, в критической ситуации, вот как я, например, могу сработать, что я могу сделать. Это очень интересно. Ну, сначала мне очень нравилось преодолевать, как бы, свой страх перед неизвестным. Так что, он потеряет точку опоры под собой. Ну, а теперь вот, когда сам уже испытал, все еще вот такое ощущение вот свободного полета ни с чем не сравнишь. То есть, ну, весь мой организм, то есть, всего меня, все туда тянет и вверх. Мама переживает, конечно. Вот, особенно раньше переживала. Сейчас привыкла. Постоянная нацеленность на возможную опасность. И главное, преодоление ее. Об этом размышляет Георгий Михайлович Гречко, доктор технических наук, космонавт. Психологическая подготовка к выполнению программы полета состоит из взаимодействия с машиной и в экипаже. Психологическая подготовка к машине, она, понимаете, не просто к машине, а к машине в условиях повышенной опасности, в условиях повышенного риска. И машина сейчас очень умная. Вот мы летим, она говорит, хочу, включить двигатель. Ты должен разрешить или не разрешить, сообразить. Кстати, она хочет, а ты должен понять, правильно ли она хочет. То есть ты должен сделать то, что и машина, и опередить ее. За столом мы все умные. На что я горжусь в экстремальных условиях. В космосе, в станции. Вот тут, значит, остаться умным, трезвым. Очень важно настрой иметь. На опасность, настрой. Потому что даже мелочи часто оборачиваются крупными неприятностями. При этом мы должны думать не о себе, а о том деле, которое делаем. О товарища, о деле, о следующей экспедиции. Ведь станция-то на годы. Вот это вот особенно тяжело. Но пора возвращаться на Землю. Тем более, что профессий, связанных с полетами, не так много. Земным же нашим заботам нет числа. Множество разнообразных профессий. И каждая из них разновидность системы человек-машина. Собирая урожай, механизатор, естественно, заинтересован в повышении производительности труда. И путь для этого, казалось бы, простой. Нужно увеличить скорость. Но до каких пределов? Чтобы не повредить растениям. Чтобы приносил радость не только результат труда. Но и сам его процесс. Это лабораторная модель, уже знакомая нам сельскохозяйственной операцией. Белорусская филиал Всесоюзного института технической эстетики. Все, что сумели с риском для жизни накопить парашютисты, и что обобщили потом инженерные психологи, выводы специалистов других областей, соединятся с результатами этого лабораторного опыта и превратятся в точные аргументированные рекомендации и для конструкторов сельскохозяйственных машин, и для тех, кому на этих машинах работать. И может быть самая важная для инженерной психологии задача завтрашний день страны. Завтрашний день нашего народного хозяйства. Учебно-производственный комбинант номер два Ждановского района. Один из лучших в Москве. Мастера производственного обучения работают здесь в тесном контакте с психологами. У меня работал дедушка на ГПЗ, и поэтому, ну, может быть, я хотела познакомиться с этой профессией. Меня тянет к ней. Вот хочется узнать все премудрости этого дела. Я считаю, что специальность, моя слесарь, может пригодиться в будущем. Все-таки я будущий мужчина, и хозяйство дома вести должен я. Мне нравится шить. Привить молодому человеку вкус к труду. Сориентировать его на дело, которое более всего подходит к его психологическим особенностям. Что может быть важнее? И кем бы он ни стал потом? Рабочим? Инженером? Врачом? Колхозником? Учителем? Дело все в том, заключается, что техника развивается и будет развиваться. И будут возникать все новые и новые проблемы, касающиеся человека. Я думаю, что есть реальная задача психологической экспертизы всей техники, создаваемой в нашей стране, да и в мире вообще говоря. И если мы сумеем решить этот вопрос в государственном масштабе, я думаю, что от этого будет очень большой выигрыш. А для человека, вот инженерная психология как раз одна из тех наук, которая должна помочь сделать труд радостью для человека. Трудно назвать профессию, область производства, на которую не работала бы сегодня инженерная психология, уверенно шагнувшая за рамки лабораторий. Субтитры создавал DimaTorzok